Казахстанская команда шорт-трека в Белой Олимпиаде в Сочи подарила надежду своим болельщикам. Мужская дружина мастеров скоростного бега на коньках прошла в финал соревнований, опередив сильнейших соперников сборной Южной Кореи и Соединенных Штатов. Трое из четырех ребят в команде – спортсмены из Уральска. Наша съемочная группа вместе с семьей одного из них, Нурбергена Жумагазеева, смотрела трансляцию соревнований и болела за спортсменов. Для Нурбергена Жумагазеева это первая Олимпиада. К ней спортсмен шел долгих 12 лет. В седьмом классе мальчик впервые пришел в Ледовый дворец спорта, где и выбрал себе профессию на всю жизнь. Перешел в школу для одаренных в спорте детей и начались изнурительные тренировки. Сегодня он мастер спорта международного класса, бронзовый призер Белой Азиады в Казахстане и победитель многих других соревнований. С детства он спорту ближе был и до сих пор. Спортсмены тоже, большой труд их, они тоже всегда слушали тренера, дети. Болеть за наших ребят собралась вся большая и дружная семья. И вот на льду четверо спортсменов в форме цвета казахстанского флага. Во главе сборной Айдар Бегжанов, он участник Олимпиады в Ванкувере. Затем Абзал Ашгалиев, Нурберген Жумагазеев. Все трое воспитанники Уральской спортшколы тренера Мадагали Харсабекова. Денис Никиша представляет Костанай. Соперниками казахстанской сборной в забеге стали команды Нидерландов, Южной Кореи и Соединенных Штатов. За семь кругов до финиша и за ошибки южнокорейских шорт-трекистов наши спортсмены смогли пробиться вперед. И уступив лишь голландцам, вышли в финал соревнований. Родные нурбергены уверены, их радость сейчас разделяет вся страна. Мы только что увидели по телевизору, как они выступали и вышли на финал. И мы надеемся, что они взаймут хорошие места. И Алга, Казахстан! Теперь казахстанской команде придется побороться за олимпийские медали в решающем забеге со сборными России, США, Китая и Нидерландов. Финал мужской эстафеты по шорт-треку состоится 20 минут первого ночи с 21 на 22 февраля. Болеем за наших!